Наконец-то вас в воде увидели. И ребенку нравится самое главное. Ребенку не только нравится, это еще и полезно. Гуза Лехтямова открыла бассейн для грудничков год назад на базе Центра развития Территория Роста. И встреча предпринимателей началась со знакомства с ее бизнесом. ДЛФК для особенных детей. Сейчас у нас со специалистами ведем переговоры. Также у нас в нашем центре работает логопед-дефектолог, психолог. Расширяемся, сделали два дополнительных кабинета, хотим массаж для детей. И в планах открыть еще один бассейн здесь же. Среди предпринимателей можно было встретить и школьников. Это учащиеся первого лицея. Они разработали проект «Школьная библиотека 2.0» и ищут поддержки для его реализации. Проект по их планам должен помочь школьным библиотекам вновь стать актуальными среди учеников и упростить работу библиотекарей. Ученики в школе, а также учителя могут без проблем бронировать книги в школе, брать их удобно, не записывая на листочке, не стоять в очереди. Если книга не в доступе, то все это через телеграм-бот электронно можно проследить. В конференц-зале можно было ознакомиться с презентацией. В ней рассказывалось о мероприятиях для малого и среднего бизнеса, о росте количества самозанятых и предпринимателей. Количество самозанятых и предпринимателей у нас до 2021 года увеличилось на 28%. Среди них 406 предпринимателей представили свои услуги и товары в интернете, на маркетплейсах. Руководитель Центра развития считает, что нужно внимательнее смотреть в сторону IT-проектов и интернета. Из нашей площадки мы планируем взрастить IT-стартап-проекты, которые станут уже востребованы и на мировом уровне. Такие встречи планируется проводить каждый месяц, чтобы самозанятые представители малого и среднего бизнеса могли обмениваться опытом и советами. Семен Игоров, Алсу Мухамедзянова, Новости Юго-Востока.